всем привет с вами роман раскольников и мы продолжаем играть в группы названием и крупшин итак мы продолжаем проходить игру так в общем то прошлой серии я достал так вот вот это вот растение в горшке а кстати там зубы появились но я так и не понял куда мне его нужно поставить во первых вы можно поставить сюда 3 можно поставить сюда может быть его еще при этом может поставить может быть да где-то поставить можно нет здесь нельзя наверно она это поднимать не можем ну ладно начала я оставил его там если ничего не произойдет перетащим его на другое место так хорошо давайте конкретную карту так лось но знаете в принципе лось неплохой гриффиндейка давайте лося возьмем вот эти жертвы требуем о блин там же у нас стараться теперь будет так клеющий костер осветел лица выживших у нас нет еды и сказал один из них но может один из твоих зверей к нам подсадить м нет сила давай лося раз он такой дорогой давай безусловно твой зверь станет еще сильнее но тебе предстоит передается задержаться но тебе придется задержаться у костра на свой страх и риск испытай удачу или уйти блин сейчас короче поиграю как-то давай испытаем еще раз проиграл нет все удача была на твоей стороне может испытать ее еще раз однако ты чувствовал что риск взрастет испытать удачу снова или убежать убежать один из параметров зверя села увеличилась от огня увидев как один из выживших достает нож из кармана ты решила уйти раз вот такой дорогой опускаю уроном ах ты ж говню ты чё офигел ты чё творишь деревья окружили тебя неприступной стеной единственный единственный способ выбраться отсюда это идти вперед на пути стоял хромой мужчина это был старатель ехо-хо в этой так в этой твоей черепушки есть золото давай-ка я раскрою давай-ка я раскрою и сам погляжу черная коза отлично тебя привезло блин лучше бы бложник с его стороны было не с моей это нечестно так что у нас тут есть койот вонюшку сколько белка коза через козу мы достанем кого жабу блин я тупанул ё-моё по-дурацкому сделали так раз можно жуничать копателю так что давайте я тоже отменю вход просто я блин зря козу пожертвовал козой вон жучий деревья окружили тебя неприступность на это все мы читали сейчас все то же самое так хорошо это старатель кстати все те же самые же камни тебе повезло кстати я вот заметил кстати во время монтажа то что клоп вонючка немножечко поменялся даже не немножечко он стал похож на человека больше всего а до этого он был на клопа похож а кстати вот еще с грана ставим творится всякая фигня я что-то подумал что у него какой-то он уродливый стал когда у него голова квадратная была на самом деле он нормально был вначале потом у него какая-то голова стала квадратная сейчас он вообще какой-то непонятный облик обрел так все по стандарту он всегда ходит так а вот дальше уже могут карты немножечко отличаться в зависимости от театр открытых карт нам как-то надо блин два урона он по нам два урона навесет пропустить ход получить урон так кто у нас там идет дальше крот отлично вот раньше крот не ходил врача не помню ни у кого он там представил все зависит от карты так белка белку приносим приносим жертву чтобы так поставить так и дым поставим сюда блин надо было дым сюда поставить тогда бы я по урону получил так ну ладно давайте пропускаем вот блин он сейчас опять а не он не наносит урон это хорошо так отлично отлично он заблочил блин крот же уйдет сейчас так давайте попробуем вытащим какую-нибудь школьную карту волк волк да давайте волка поставим сюда да так у нас максимум блин надо было что-то нибудь потратить а уже потом ставить ну ладно давай волк отлично мы заплочили к этому блин так ладно достанем вот босс босс значит смотрите вон он уже какой-то странный стал типа какой-то компьютер ну что ли так жаба его добьет потом он убьет нашу жабу горностай и волк убьет нашу но к сожалению блин капец блин капец они сейчас вдвоем нашу блин блин капец клоп вонючка сначала нужно взять карту так три три два и он убьет нашу блин ладно так нам надо вонючку поставить напротив волка тогда он несет два урона так ладно не я все я проиграл ну а он сейчас убьет нашу нашего вонючку ну чё рискнем лось блин Так, он мне сразу три урона нанесёт. Так, ладно. Отлично он. Ах ты окаянный! Так, нам надо как-то волку убить. Так, для лося нам нужно... Ух ты, отлично, мы сейчас лося поставим. Он пять урона наносит. Только вот он потом нашего лосята убьёт. Перевратит в золото. А мышь у нас два наносит. Потом Велорог. А, Велорога. Мы убьём его. Его. И задоджим атаку пока что одну. Но мы не сможем волка потом никак убить. Блин, я не знаю, что нам делать. Волк. Отлично. Ты прям вовремя выпал, волчонок. Так, он камень не с первого раза убьёт. Так, ну что ж, пропускаем ход. В этих картишках золото. Спасибо, дружище, ты сейчас мне уложенник с одной жизнью превратишь в уложенник двумя жизнью. Правда, волк. Но один фиг раскрытёт. Так, Белка, отлично. А, пропускаем ход. За ними! Так, вот это уже проблематично. Что у нас тут? Он два урона наносит. Это три урона наносит. Так, нам в первую очередь надо убить вот этого волка. А, так. Лось убьёт волка, наверное. А сюда мы поставим... Даже не знаю. Волчонка. Волчонка собака сразу же убьёт. Нет смысла ставить. Летучая мышь. Так, возьми карту. Так, ну ладно, я понял, как мы сыграем. Вот этот ход мы будем блочить, наверное, пока что... Белкой. А, чёрную козу ставим сюда. Она нам потребуется для лося. Сейчас лось нам нафига урона нанесёт. Следующим ходом. Так, белка. Отлично. Так, сейчас мы пять урона сразу же нанесём, да? И победим. Тогда давайте мы сверху урон нанесём. А сверху урон мы можем нанести с помощью летучей мыши. О, блин, надо было глаз, короче, положить ещё. Я просто хотел... Ну, хочу попробовать другие глаза вставить. Ты пока не умрёшь. Так, возможно, тебя устроит что-то из этого. Так, что там у тебя? Грязный, одичавший хряк. Впадает в бешенство, когда звенят его колокольчики. Колокольчики, а блин, а как они работают-то? Туз. Он впадает в бешенство, наверное, у него становится больше урона и больше жени, и может быть просто больше урона. Ну ладно, давайте попробуем. Так, святой бог богомолов. Идеальное воплощение ужаса. Блин, вот это вот идеальная, короче, карта для того, чтобы её, короче, пожертвовать. Ну, то есть, её способность передать другой карте какой-нибудь. Тому же самому волку. Так, бьющаяся крыса. Блин, я даже не знаю, блин, я бы взял бы тут, но у богомола хорошая способность. Давайте богомола возьмём. Отряхнув штаны, ты продолжил путешествие? Нам нужна другая карта. Ты постоянно это будешь так говорить? Тёплая вода залилась в твой ботинок. Тебе облепили мухи. Ты ступил на территорию болотистого края. Так, кстати, давайте посмотрим. Я в прошлый раз там, короче... Ставил горшок. Ты чё? Так, я горшок сюда ставил. Почему ты... Почему ты горшок обратно запрятал? Кстати, а вот тут ещё что-то должно быть, наверное. О-о-о, что-то выпало. А, подошло на твой па... Подошло на твой палец? Так. Отлично. Фигурки я подобрать не могу. Их, кстати, стало больше. А его точно надо сюда ставить? Может, его надо сюда поставить? Подождите. Может, его надо рядом со светом поставить, чтобы от типа растения лучше росло? Сюда поставить нельзя. Нет, нельзя его сюда ставить. Не знаю, давайте сюда поставим на этот раз. Так, это у нас что такое? Не понял. Не помню, что это такое. Это вроде игра. Да-да-да, это игра. Всё, я понял. Этот, надо угадать, что выпадет. Какая масса там, либо какой урон. Так, испытание силы. У трёх случайных карт в совокупности должно быть как минимум четыре очка атаки. Ну, не знаю. В принципе, крови. Три различных символа. Но опять-таки символы, там у меня много карт без символов. Давайте урон попробуем. Потому что у меня очень много карт с этим никакого. С костями, которые за крости присылаются. Так что каплю в три штуки мы не сможем набрать. Так, лось. О, отлично, я выполнил сразу же. Лось пять, бог богомолов один. И волчонок один. Ты прошёл. А, кстати. Так. Что это у нас такое? Вот это хорошая карта, кстати. Надо взять её и попробовать. Так. Колючие иголки. Когда карта получает урон, символ получает... А, понятно. Слушайте, а вот как он может, короче, быть спрятанным и при этом ещё и защищаться? То есть это бесполезная карта. Смотрите, прикол в том, в чём. И если он постоянно прячется и постоянно наносит урон, это хорошо. Он одну единицу урона нанёс, спрятался вниз. Короче, и по нему урон не может пройти. Но тогда как он будет защищать? Вот эти два символа взаимоисключают друг друга. Один из них бесполезный символ. Так, вот этот, блин, двигает, короче. Но опять-таки, смотрите, курорт появляет всегда на пустой клетке. Для того, чтобы, короче, удар прошёл по нему. Так? Так. Но вот эта вот штуковина двигает другие клетки. Ну, как сказать, других существ. Там камни, если есть сбоку, там где он должен встать. Он их двигает, и это мы уже убедились на лосе. Но тогда зачем? Он должен их двигать и принимать с собой урон, если там есть другие дамажущие существа. А вдруг он сдвинет какого-нибудь медведя. Просто, чтобы по нему урон прошёл, а он не несёт урон, а? Тоже фигня. Давайте... Вот эти две карты, они как бы не очень... Вот это вообще бесполезно. Они взаимоисключают вот эти друг друга, короче, способности. Эта способность тоже не очень полезная. Потому что, во-первых, он сдвигает другие преграды. Во-первых, курорт влазит всегда на пустой ячейке. Если вот враг хочет нанести урон на пустой ячейке, так он всегда там будет вылазить. Он сам по себе будет вылазить. Ну, а вдруг на этой ячейке стоит камень, у которого пять здоровья? Он захочет нанести урон? А, не-не-не, подождите. В таком случае тогда вот эта способность верхней вообще работать не будет. В таком случае верхней способности работать не будет, я понял. Так что самый полезный это вот этот вот кракен. Он же телепортируется на пустые ячейки только в том случае, если... По пустой ячейке захочет нанести урон. Так что просто так он не будет репортироваться и не будет никого двигать. Вот в чем прикол. Так, теперь у нас запасы пополнятся, хотя у нас все запасы полные. В спасательных предметах. Твой рюкзак был полом. Но к тебе подъехал маленький грызун. Подбежал маленький грызун. Что там там есть? А, опять ту же самую же карту предлагает. Вьючная крыса. Всегда полезно. Слушайте, реально надо, короче, активно пользоваться вот этими вот предметами. Вот это вот, блин, что... А, это избавиться от карты одной, к сожалению. Ну давайте получим, короче, карту и избавимся от нее. Сразу же. Так, пенек, лягушка. А, лягушка. Мы тоже можем жабы так-то ненесить? Она нанесет по нам, мы по ней. А она потом по нам. Так. Ну, у меня есть идея. У меня есть идея. Кстати, колокольчик. Вот тут что-то колокольчик нарисован. Я так и не понял, что это значит. Как... Возможно, у него сила увеличивается с каждым звонком. Так. Рано еще брать карту. У тебя предостаточно. Ну давайте пропустим. Так, хорошо. Теперь мы можем взять... Блин, сколько мы там получим урона? А... Два урона получим. Пока что ладно. Так, ставим сюда. Ставим сюда. Так. Так. И призываем кракена. Так. Лягушка погибает. Точнее жаба. Так. А теперь мы проигрываем. Так, два урона если нанесет, то я все проиграл. Но при этом я нанесу один урон. Компенсирую. Так, сюда я подставлю жабу, чтобы она... Койота добила. Чтоб Койот не смог по нам урон нанести. И мы получаем... Два. Но один компенсируем. Но потом нас убивает... Гримучник, к сожалению. На эту нашу карту. Ну... Так, мы проигрываем. Ну-ка, подождите. Не так быстро тебе нужно взять карту. А-а-а! Рискнём. Богомол. Блин. 1-1. Так, если по идее я нанесу сейчас Альфе урон, то мы победим. То есть мы не победим, а у нас появится шанс победить. Знаете почему? Потому что пенёк у нас уже не будет атаковать. Жаба нанесёт. Я понял. А, жаба уже не нанесёт его. Гадюка. Слышите, да-да-да-да, я понял. Короче, придётся принести жабу к жертву. Богомол ставим сюда, он уничтожит сейчас Альфу, нанесёт один дополнительный урон, змея его обратно вернёт нам. А следующим ходом мы убьём змею, нанесём здесь урон и сюда ударим ещё. Так. Нет, я просчитался. Блин. У Альфа не одна жизнь, но две было. Когда же объявится достойность? А, ну да, ладно. Давайте сюда. Блин, я даже не посмотрел, я проиграл там в бонус случае. Потому что у Альфы было движение, а я посчитал что-то как одну. Так, давайте сам... О! Давайте её выберем. Ре... Реджинальд! Блин, Реджинальд. А я и хотел пожертвовать этой карбой. В принципе, неплохо так-то. Один урон, три... Блин, придётся чем-то другим жертвовать. Кого принесём в жертву? Решение твоё. Выбирай с умом. Только не это. Так, жаба. Ну, слушайте, тут у нас... В принципе, волк есть, но неплохой такой. С такой же... С той же самой же способностью. Но стоит дешевле, ещё и вы. Либо жабу. Ну, жаба дешёвая. Иногда жабу можно будет поставить. Ладно, давай тебя принесём в жертву. Я как бы не надеялся, что эта карта ко мне вообще попадёт. Сколько там... А мне даже не показали, сколько дадут. Так, капкан. Мешок мне не нужен. Но, блин, с тотемом сражаться я тоже как бы не хотел бы. Ладно, давайте сюда. Мне вот это больше нравится. Так, все змеи ныряют под воду. Крот. Бесполезные вещи. Гремучник. Всё, мне хана, я проиграл. Я проиграл. Я проиграл. Ух ты! Я выиграл. Не желаешь заменить глаз? Так, я даже не знаю, какое лучше выбрать. Давай вот этот попробуем. Может, он нам что-нибудь подскажет. Доволен? Это нам ничего нового не дало, к сожалению. Так, что у нас там? Почему ты... Почему это растение всегда возвращается... Может, я его не туда поставил? Почему это растение всегда возвращается обратно? Это только для карточных дуэлей. Так, ладно, давайте выберем карту. Может быть, что-нибудь полезное, пацаны? Надо было жабы жертвовать. Сейчас бы жабу вернул бы обратно. Даже не знаю, давайте скунса возьмём. Дубликат карты мне дадут. Какой-нибудь. Ты оказался посреди густой грибной рощи. Прищуривающей сквозь облака спорт, ты разглядел фигуру. Ты принёс для нас две одинаковые карты? Нам хотелось бы поэкспериментировать. Ох, хэм, ох. Все твои карты друг от друга отличаются. Одинаковых нет. Ну, слушайте, в таком случае волчанок лучше. Так, вот это я не помню, что такое. Но сейчас лучше не рисковать. Так, этот тотем мы выберем. Ну ладно, давайте, пойдём. А. Так, чё там? Олень! Отлично! Олень! Так, один урон. А ты два нанесёшь, и один получишь. Один урон. Потом ты будешь мой пень грызть, а я в это время волчонка выращу. Так, в общем-то, у меня закрашила игру. Это инди, такое с инди часто бывает, случается. Причём это не первая игра, в которой у меня такие проблемы возникают. Я даже не знаю, я, кстати, не знаю, на каком движке эта игра создана, но мне что-то подсказывает, что похоже это на Юнити. Потому что у меня часто игры на движке Юнити покрашутся. Инди-игры имею в виду даже. Так, ну что ж, ладно, тогда мы на этом завершим. Всем спасибо за просмотр, с вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.